Всем привет! Меня зовут Наталья. Это мой блог NettoBet, блог у парфюмерий. И сегодня я снимаю в парке. Это не значит, что я не готовлюсь к видео. Я очень готовлюсь. Я крашусь долго, выкладываюсь, а потом в итоге я иду в парк, чтобы ветер сносил мне волосы. На самом деле погода просто безумно хорошая. Мне кажется, очень здорово снимать тот аромат, на который я хочу сделать обзор именно здесь. Да и в целом, наверное, в принципе, снимать, как сказать, даже не об аромате, а о компоненте хорошо здесь. Сегодня мы поговорим вообще о ладане. И это для меня особенная тема. Я уже говорила, что мне нравятся ароматы сноты ладана. И даже снимала видео об ароматах, посвященных Нотр-Дам-де-Пари, где есть ладан. И сейчас хотелось бы более немножко подробно рассказать, что вообще по сути такое ладан. То есть ладан – это смола, получаемая из дерева рода босвелия. Это смола, получается, при надрезе, при каких-то, скажем так, повреждениях дерева. Эту смолу собирают, и, соответственно, потом она застывает и получает такой благоухающий запах. Это и есть ладан. Вообще, мне понравилась такая мысль, что по-другому ладан еще называют алибанум. И самое интересное, что часто в парфюме вы можете встретить ноту алибанума. Но самое интересное, что люди на ладан будут такие, почитают состав. Значит, там есть ладан. Не-не-не-не-не, папами я пахнуть не буду, нет. И не берут этот парфюм. А алибанум такие, алибанум, что это такое, наверное, смола какая-нибудь. Ну, можно, да, благовонник их добавить. Ребята, это одно и то же, как бы. Алибанум, ладан, вы все равно будете пахнуть не папами, потому что ладан очень сильно вуалирует в парфюмерии. И он обычно стоит где-то совсем на базовых нотах и создает лишь такой легкий древесный такой аромат. Это не значит, что вы будете пахнуть благовониями, я не знаю, там, привлекать всех религиозных фанатиков, и вокруг вас будут происходить какие-то обряды. Нет. Хотя, по сути, ладан всегда использовался для обрядов, и это не случайно. В составе ладана есть такое вещество, как ацетат инсенсола, и он отвечает за успокаивающее такое психотропное воздействие. Поэтому, а когда-то в интернете появился какой-то такой, знаете, утка такая, не удивляйтесь, здесь свет меняется, когда солнце за тучку заходит. В общем, появилась в интернете утка, что, значит, ладан это наркотик. Я вообще смеялась. То есть люди сказали, что это как бы, это вещество ацетат инсенсола. О, зато вы сейчас мои глаза увидите. Я не щурюсь, я не китаец, у меня есть глаза. Что это вещество, оно психотропное. И, скажем так, это сродни наркотику. Ну нет, ребят, это, наверное, сродни таким веществам, которые содержатся в лаванде для успокоения, в мяте для успокоения, в цитрусовых, наоборот, для возбуждения нервной системы. То есть это именно вещество такое, которое оказывает воздействие успокаивающее. Именно поэтому оно, собственно говоря, использовалось в обрядах, потому что что такое, по сути, религиозная община? Это люди, объединенные одной какой-то мыслью, целью и желающие найти в этом уединение, какую-то, знаете, поддержку, успокоение и обрести вот этот вот покой. И, соответственно, во время обрядов при использовании этого вещества люди чувствовали немогущую такую эйфорию, счастье, умиротворение. Собственно говоря, все, за чем приходит человек в церковь, если не по какому-то событию, а если он приходит сам. Он приходит получить ответы на какие-то вопросы. Господи, так потемнело, сразу страшно. Сейчас глаз, глаз в небес. Извините, отвлекаюсь. Получить какие-то ответы на вопросы, поговорить сам с собой и, наверное, для себя что-то понять. То есть, если человек не идет в церковь на тему похорона или венчания. Вообще, из-за этого Ладан получил такое в парфюмерии, ну, очень странную, скажем так, славу, потому что все-таки Ладан и воскурение ассоциируются у нас в основном с грустными моментами. Не так часто проходит венчание, как часто проходят похороны, к сожалению. Особенно в возрасте нашем повзрослее. Да в любом, в принципе. Просто детей туда не таскают. Приходится посещать церковь именно с точки зрения каких-то грустных событий. Поэтому Ладан обычно почему-то у всех ассоциируется с чем-то плохим. А я бы хотела сказать, что Ладан... Вот, дети счастья. Что Ладан на самом деле это хороший, скажем так, компонент. Это компонент умиротворения. Это компонент душевный. И если честно, меня больше почему-то, когда я его слышу, меня толкает в какие-то хорошие воспоминания. Немного в рефлексию, немного в такое самопознание. Немного в себя. Я хочу рассказать вам о любимом своем Ладане. И мой любимый Ладан это Ладан от Монтали. То есть на самом деле с Монталем у меня сложновато, потому что я предвзято отношусь к этому бренду. Считаю, что у него достаточно монотонные, однобокие ароматы, которые не играют и не искрятся. Иногда очень несложно для восприятия. Я люблю, чтобы это было многогранно, чтобы аромат как бриллиант постоянно мерцал и показывал какие-то новые грани, новые краски. С Монталем такое не происходит. Зато вы стопроцентно знаете, что то, зачем вы пришли, то вы и получите. И еще немного Уда. Вот хотите розовый, берите розовый и еще немного Уда. Хотите там что-то и еще немножечко Уда. Потому что Монтали, ну вообще, конечно, это французский бренд, но тем не менее он основывается на восточных традициях. И в основе практически везде Уд. Причем он такой, я бы сказала, немного грубоватый. Знаете, я бы его назвала не очищенным, но да, немного грубым. Не знаю, насколько он синтетический. Говорят, что Монтали только натуральный Уд. Но если я слышала натуральный Уд в Ду-Сити, если он был натуральным, то слава богу, что его нигде нет. Но тем не менее это не натуральный Уд. Так я не положу, а тут ветер. Флакончик от Монтали у меня 20 миллилитров. Меня не порадовал, потому что у него как-то все не очень красиво сделано. Хотя это из проверенного интернет-магазина. И все должно быть четко и ровно, с ароматом все прекрасно. Все точно так, как надо. Но сам флакон, это какое-то вот, ну не знаю, немножечко... Есть чуть-чуть безобразие в этом деле, потому что мне не очень нравятся некоторые моменты. Считаю, что коряво сделан. Сейчас держать Монталь, это уже, наверное, не так престижно, как раньше было, когда все в интернете, там волна Монталь, ааа, Монталь! И все такие, ооо, вот этот вот бомбочка, вот этот вот блокатор, как это, блокатор гранат, или что это такое, наверное. Что-то типа круто. Я сейчас покажу, видно, надеюсь. Но это правда выглядит прикольно на самом деле, очень сильно отличается. И просто Монталь можно узнать сразу, да. Любое другое сложно, а вот Монталь, это Монталь. Снимаю я вот эту вот скрепку. Не, ну значок классный, значок классный, прям переливается. Ребят, стоит эта вещь в интернет-магазине порядка, наверное, 2,5, даже можно пониже найти на акциях, 2,300, 2,200. Ну, согласитесь, цена не очень высока, но аромат очень богатый. И даже моему мужу, который ненавидит ладан, просто очень понравился. Аромат создан в 2010 году. Еще раз скажу, если не сказала, аромат Full Incense от Монталь. Полный ладан, настоящий ладан. Я не знаю, как это назвать. То есть, ну, настоящий. Я называю настоящий ладан, потому что действительно настоящий ладан. Вообще, я очень люблю сейчас такие ароматы настоящие. Мне какие-то нравятся такие сольные ароматы в последнее время. Типа там настоящая лилия, как я недавно снимала, настоящий ирис, там настоящая роза. Вот настоящий ладан. Из нот, да, по нотам здесь ладан, лабданум, здесь смолы, это, по-моему, эллими, пачули и кедр. Всего 5 нот, и 3 из них это ноты бальзамические, ноты смолы, и 2 ноты, даже ноты древесные. Ну, и пачули, у которых тоже такой земляно-древесный аромат. В целом, когда я наношу его, не было такого аромата в Таиланде. Мне кажется, в Таиланде так не пахло. Но меня относят, если мы вставим картинку, она обязательно здесь появится, надеюсь, Саша вставит. Меня относят мыслями к тому храму, в котором мы были на горе. Это буддийский храм, в котором невероятно высокая статуя Будды, точнее, не статуя, как это, ну да, статуя, наверное, Будды. И когда я наношу этот аромат, я перемещаюсь мысленно туда, и вот в это мгновение, в одно мгновение. Когда тишина, и ты просто смотришь и чувствуешь какое-то высшее чувство, ну не блаженства, а, знаете, погружения в себя. Вот ты вот, и ты здесь, и сейчас, и в то же время в себе. Вот меня, и эта площадка, где ты стоишь на площадке, она такая красивая, потому что всё в буддизме такое немного, да, витиватое такое. А там за тобой целая земля зелёная, целые поля, и ты стоишь на этой высоте, и ты чувствуешь себя, чувствуешь себя как на краю земли. Он, правда, очень такой, я сейчас ещё раз его на себя нанесу, хотя я и так его слышу. Монталь у них очень хорошая стойкость, но мне нравится, что он не сильно шлефит. Он шлефил, наверное, первый там час, где-то меньше, сколько там, минут 40. Он пошлефил, а потом он близко к себе, ты его чувствуешь, когда подходишь, но не так, чтобы все слышали. Удивительно, вначале раскрывается горечь ладана, я как уже сказала, это практически сольный аромат, но в нём слышна какая-то странная нота сосны. То есть, не заявлена сосна, но пахнет немного смолой от сосны. Вот, то есть, ну там же есть смолы, да, вот пахнет немного смолистым таким ароматом. Чуть-чуть сосны, чуть-чуть ладана, я как уже ещё раз скажу, даже моему мужу очень понравился. Но вообще это очень напоминает чистый аромат ладана, который воскуряет в церкви. Хотя мы разговаривали с парфманьяками, и тоже была тема о том, что, и я знаю эту тему прекрасно, что в церкви сейчас не чистый аромат ладана в большинстве, потому что сейчас добавляют разные компоненты, называют, даже как-то есть райский цветок, мне кто-то написал, что называется ладан с чем-то. То есть, продаётся прям ладан с розой, ладан с лавандой. Но тоже мне странно понимать этот момент, потому что я считаю, что это ритуал, и не надо, это как, знаете, я сейчас странно приведу пример, но это как вегетарианская колбаса, да, то есть, когда люди хотят как бы избавиться вроде от своей, да, там, привычки, тем не менее колбаса. То есть, ну, это странное сочетание. Вот для меня ладан, который замутнён ароматом цветов, это тоже странное сочетание, потому что ладан в нём и суть-то вся в этом аромате религиозном, то есть, в этом суть, суть в воскурении смол, то есть, не надо заменять это ничем, не надо это ничем скрывать, это вот сам, как бы, само вещество, сам аромат, он сам погружает человека, то есть, ну, вот такая вот для меня ерунда. В общем, это самый ладанный аромат, это, опять же, по моему личному мнению, это самый ладанный аромат, самый такой чистый ладан. Многие почему-то говорят, что здесь есть такое ощущение чистоты, и я соглашусь, потому что именно такая сосновая смола, она придает немного ощущения чистоты. Я в восторге от него, я надеюсь, что если вы сможете с ним познакомиться, как-то соприкоснуться, что вы тоже влюбитесь, потому что, ну, это правда очень красиво. Саша, ну, скажите, понравилось. Саша кивает, потому что, ну, он правда очень красивый. Я не знаю, как он будет смотреться, опять же, на работе, потому что у людей есть своеобразные ассоциации по поводу таких ароматов, конечно, спросят, не была ли я в церкви с утра, ну, или не спросят, а подумают, потому что спрашивать у нас это тоже не принято в России, да, да, да и, в принципе, на нигде не принято спрашивать, был ли ты в храме, потому что это личное дело каждого человека, но подумать, что ты был, ну, странно, я встречу людей в банке, и от меня пахнет церковью, ну, хотя так, кредиты впаривать, в принципе, нормально такое, люди чувствуют к тебе легкое, изначально уже дружелюбное отношение, типа, ты добрый человек, ты в церковь входишь, ты же не будешь обманывать. Ну, это я так уже о суете, а так, на самом деле, не знаю, вот, я сейчас гуляю, и для прогулки, это, наверное, самый прекрасный аромат, для такой расслабленной прогулки, действительно, аромат очень умиротворяет, почему я, наверное, захотела снимать, я на него нанесла и поняла, что я не хочу в кафе, я хочу на природу, я хочу отдыхать, я хочу наслаждаться душой, я хочу немного пребывать в созерцании всего этого, то есть, это вот, это ощущение дарит именно вот этот конкретный аромат. В общем, пишите, какие ароматы с ладаном нравятся вам, смогли ли вы бы носить такой аромат, аромат ладана и сосны, подписывайтесь, ставьте лайки, и помните, что мир полон необычных ароматов и никогда не ограничится с малым.